Привет друзья! Нередко нам задавался вопрос, как в ходе борьбы с дронами на Украине их обнаруживают на большом расстоянии, ведь дрон не виден уже со 100 метров. Ответ на это дал военнослужащий российского подразделения BARS-23, объяснив как они применяют спектральные анализаторы и ружья против дронов. Это устройство состоит из маленького такого спектроанализатора, который используется людьми, которые занимаются усилением сотовой связи. То есть они монтируют систему усиления сотовой связи. Это антенна, это частотный спектроанализатор. Мы на нем настраиваем частоты, характерные для дронов. И соответственно, также как раньше была охота на лист такие соревнования, ищем, сканируем пространство. Когда видим характерные всплески сигналов на частотах дрона, то есть соответственно засекаем направление. По этому направлению уже из антидронового ружья начинаем работать. Это если на большом расстоянии затрудняет работу дрона, то есть он теряет маневренность, стабилизацию. Если мы довольно близко от дрона, можем его и завалить. То есть мы можем его обездвижить. Сейчас уже дроны такие, но они довольно устойчивые к помехам. То есть можем обездвижить, а ребята уже из стрелковки его валят. То есть если раньше над нашими позициями дроны только и летали, теперь наши позиции дроны просто не залетают. Благодаря вот такой работе.